Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева-Черкесия. События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Министр внутренних дел Карачаева-Черкесии Александр Мельниченко посетил новое здание ГИБДД МВД в Карачаевске. Руководитель ведомства поздравил сотрудников РЭО с переездом в новое комфортабельное здание и пожелал им успеха в работе. Александр Мельниченко осмотрел помещение для посетителей, рабочие кабинеты для сотрудников. В целях повышения качества предоставления государственных услуг регистрационный отдел находится в удобном для граждан месте и отвечает всем современным требованиям. Внутри оборудованы комфортные служебные помещения, холл для приема граждан. В новом здании жители и гости Карачаевского района смогут не только произвести регистрацию и снятие с учета транспортных средств, провести технический осмотр, сдать экзамены на право управления транспортным средством, получить либо обменять водительское удостоверение, ну и записаться через портал госуслуг, чтобы не ожидать своей очереди и сэкономить при оплате госпошлины. В этот же день Александр Мельниченко посетил муниципальный отдел МВД России Карачаевский, где знакомился с условиями службы сотрудников отдела, обратив особое внимание на принимаемые меры по профилактике новой коронавирусной инфекции. Всего несколько часов остается до исторической даты 75-летия победы Великой Отечественной войне. Нет в России и в бывших советских республиках семьи, которая бы не отправила на войну родных. На весть о нападении врага откликнулись и в горных аулах Кавказа. Из Карачаева-Черкесии на фронт было отправлено 46 тысяч человек, в том числе 800 женщин. 32 584 бойца не вернулись домой. Среди них и Хусейн Гатаев, житель аула Каменомост. Хоть он и погиб в первые годы войны, но для семьи Гатаевых остается героем. О нем помнят внуки, рассказывают правнукам. Мадина Каракетова, далее. Ежегодный официальный визит перед днем победы к мемориалу павшим солдатам в Карачаевске, на котором увековечено имя прапрадедушки Хусея Гатаева. С неизменными красными гвоздиками, символизирующими свободу, честь, верность и пролитую кровь, стал для жительницы Черкесской Дианы Бабоевой маленькой личной традицией. Впервые сюда Диану привела бабушка Салима. Среди множества фамилий героя войны Диана находит родную и мысленно разговаривает с прапрадедом. На этом памятнике увековечено имя моего прапрадедушки. И хоть я и не застала моментов его жизни, но я знаю, что он был героем. На каждый день победы я прихожу сюда, чтобы высказать свою гордость. Я очень горжусь им и люблю его. На песне нам в столе Дианы Бабоевой единственный портрет прапрадедушки Хусея Шугаевича Гатаева. Его в семье берегут, как зеницу ока. Самоизоляция – прекрасная возможность посвятить время чему-то важному, помимо школьных заданий, говорит Диана. И она ищет информацию о прапрадедушке. А Хусея Гатаеве она скупая. Лишь рассказы про дедушке отзвета до сухой архивной информации из цифр. Насколько нам известно, его последним местом службы стала 97-я стрелковая дивизия, в которой он служил снайпером. Он был убит под деревней Малая Пальчикова 13 июля 1943 года и похоронен в Орловской области. Зная о том, что творилось в районе Болхова Орловской области, где, кстати, и похоронен Хусей Гатаев, остается лишь предполагать, как он погиб, Болховская операция предполагала окружение группировки Вермахта в районе Болхова, затем освобождение городов Орел и Болхов. Операция успехом не увенчалась. Советские солдаты не могли прорвать глубоко эшелонированную немецкую оборону. Советской армии удалось лишь продвинуться на 10-15 километров с большими потерями. Но эти бои хорошенько расшатали нервы врагу. Свою лепту в дело победы в течение всей войны вносили снайперы. И о их роли красноречивее всего говорят сохранившиеся письма вражеских солдат. Советский снайпер – это что-то ужасное, от него не скроешься нигде. Малейшей неосторожности получишь пулю в лоб. Снайперы часами лежат на одном месте и берут на мушку всякого, кто покажется. Только в темноте можно чувствовать себя в безопасности. В наших окопах висят транспаранты. Осторожно, стреляет русский снайпер. Я хорошо представляю своего прапрадедушку. Может, одним из тех, кто внушал врагу такой страх, был Хусей Гатаев. Десятки снайперов впоследствии увековечили свое имя. И если бы мой прапрадедушка дошел бы до конца уверенно, его имя обязательно было бы в тех списках, говорит Диана. Схватки были ожесточенными, но он героически воевал. Из своей снайперской винтовки он убил ни одного фашиста. Также с ним вместе на фронт ушел его родной младший брат, Гатаев Юнус Шагаевич, который в первый же год службы на фронте попал в плен в Литве в 1941 году. В ноябре 1941 года он скончался в плену. У Дианы Бабуева мечта. Став взрослым самостоятельным человеком, она обязательно посетит места, где воевали и погибли прапрадед Хусей Гатаев и его брат Юнус. Не все дошли до победы, но именно те, кто погиб по пути к ней, во многом сделали ее возможной, считает Диана. И если каждое поколение детей будет знать историю своих прапрадедов, знать цену, которую они заплатили, страна по-прежнему будет великой. Советские солдаты ценой миллионов жизней, положенных на алтарь победы, одержали ее. Я думаю, что это пример для подражания для нашего поколения и всех следующих. Это пример героизма и самоотверженности, которому мы все должны последовать в будущем. История через десятилетия и поколения проносит имена героев, отличившихся в боях и награжденных за свои заслуги. Около 12 миллионов солдат остались в сырой земле, чьи-то имена до сих пор неизвестны. Они лежат в братских могилах и значатся как безымянные или неизвестные солдаты. Но каждый из них герой уже только потому, что взял винтовку в руки и не пожалел жизни ради Родины, считает Диана Бабоева. И пост в соцсетях единственное, что школьница может сделать в условиях самоизоляции, в честь Великой Победы она посвятит именно им. Мадина Каракетова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. А сейчас информация из оперативного штаба. В Карачаево-Черкесии выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 466 человек. Часть из них выписаны из стационара. У остальных заболевания протекала бессимптомно, и они получали лечение в условиях домашней самоизоляции. На сегодняшний день в республике было выявлено 14 случаев. Всего в республике 478 подтвержденных случаев. Трое скончались, 240 госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции. По республике 285 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Из них 170 коек. Это расположено в северной части города. Свободные места есть у нас в госпиталях. Отказов госпитализации ни в одном случае нет, не отмечено. Поступали в Министерство здравоохранения вопросы по поводу того, что укомплектован ли этот госпиталь персоналом, врачебным, медсестринским, а также обслуживающим персоналом этого госпиталя. В первый день функционирования этого госпиталя, это было 30 апреля, поступило в госпиталь порядка 100 пациентов. Медицинский персонал, врачебный, медсестринский и иной вводятся в госпиталя в соответствии с количеством пациентов. Следующий наиболее часто задаваемый вопрос, и поступающий в Министерство здравоохранения, это то, что некоторым пациентам идёт большая инфузионная терапия, некоторым не в том объёме. Потребность в инфузионной терапии, то есть в капельницах, как обычно говорят, это решает врач, лечащий врач. Ну а сейчас время прогноза погоды, слово нашим синоптикам. По сообщению синоптиков, в Карачаевой Черкесии местами дождь, ночью в отдельных пунктах сильный, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 4, плюс 9, а днём 10-15, а выше нуля. А в горах ночью местами до нуля, а днём плюс 3, плюс 8. В черкесской временами дождь, температура ночью плюс 6, плюс 8, а днём 12-14 градусов тепла. Это «Вести» в прямом эфире, и мы продолжаем. И возвращаемся к главному событию в жизни нашей страны. В Карачаево-Черкесии присоединилась всероссийская акция «Окна Победы». Жители Карачаевска украсили свои окна фотографиями героев Великой Отечественной. В этом флэшмобе могут принять участие все желающие. Нужно красочно оформить окна своих квартир, домов с использованием разных рисунков, фотографии и надписи, посвященных победе советского народа над фашизмом, Великой Отечественной войне. После сфотографировать и разместить публикацию в соцсетях с единым хэштегом «Окна Победы» со словами «Благодарности героям». Главные виновники праздника – ветераны. И поздравления с Великим Днем они принимают уже сегодня и сами поздравляют своих фронтовых товарищей. «Поздравляю вас с 75-летием Дня Победы. Желаю вам всего хорошего, основное здоровья, 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 здоровья». «И всех земляков с Днем Победы. Пожелать молодежи, чтобы берегли нашу завоеванную землю». «От всей души поздравляю вас с Великим Праздником Победы. И вот я сегодня стою рядом с портретом своего отца, который тоже прошел эту Великую Отечественную войну. Низкий вам поклон, мои дорогие ветераны и тыловики». «В этот особенный день я хочу пожелать счастья, здоровья, ясное небо над головой, мира и спокойствия, дорогие ветераны. Живите долго и наслаждайтесь жизнью». Завтра песня «День Победы» прозвучит необычно. Ее исполнят жители России у себя дома. Много и других военных песен, которые с удовольствием поют исполнители Карачева-Черкесии. «Над границей тучи ходят хмуро, край суровый пеленой объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважен и силен. У границ тайги дальневосточной броневой ударный батальон. От героев былых времен не осталось порой имен. «Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним». «Жди меня и повернусь всем смертям на дно. Кто меня не ждал, тот гость, скажет повезло». «Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза. И поет мне в землянке горло, про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтоб услышала ты, как раскрует мой голос живой». 9 мая во всех регионах России и за рубежом пройдет международная патриотическая акция «День Победы» на разных языках. Жители регионов России и других государств будут исполнять легендарную песню на своих родных языках. Участником акции может стать любой желающий. Для этого нужно исполнить песню «День Победы» на своем родном языке. На сайте победа2020.ру для этого работает интерактивная панель с сервисом караоке и подстроченным на языках народов России и стран мира. Всего более 100 языков. Среди них языки народов Карачаева-Черкесии. Панель доступна в полноценном режиме уже сегодня. Главный символ Победы – красное знамя. И завтра вся страна окрасится в алый цвет. В преддверии праздника и зеленые поля Карачаева-Черкесии украшают яркие красные цветы – лазорики. Пионы тонколистные занесены в Красную книгу России, подлежат особой охране. Поэтому их запрещено срывать и тем более делать живописные букеты. Распускаются лазорики всего на одну или две недели. За сбор цветов предусмотрены штрафы. Издревле лазорики называли еще и цвет «зари» – степным цветком и даже аленьким цветочком. Наши предки всячески оберегали его. Ведь лазорики – цветы надежды, символ жизни и цвет победы. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Канун Великого праздника. Пока мы помним этот день, Великая Победа будет оставаться в человеческих сердцах той самой победы весны 45-го, наполненной и радостью, и болью, и скорбью одновременно. С наступающим праздником!